А вот и снова мы. Вторая карта матча Android Reality Rift. Это BTS Pro Series. Первая игра получилась невероятно простой для Android. Может быть первые 5 минут были сомнения по поводу кэри, потому что у Наги было все плохо. Поставили ребята триплу от Reality Rift. И в общем-то она работала, она убивала, но потом Нагу ушла в лес. Сейчас, соответственно, все герои снизу покинули линию, никто туда не приходил. И Нага получила свое. Ну и при этом, конечно, Энигма на позиции 4 очень много сделал. Передвигался с этим доминатором, получалось убивать. Взял там в какой-то момент кентавру, а с этим кентавром и станет получилось давать дополнительный контроль. И Блэк Холл, как только появился, реализовал практически сразу. В общем, Энигма был на первый пик, и вот так вот получилось его использовать. Не как смогли с этим героем Reality Rift бороться. Вторая карта. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Снова Клокверка Android берут. Понравился им этот герой. Конечно, Клокверк может быть и на позиции 4, но кто его знает, посмотрим. Вариативность всегда есть, но Reality Rift просто комбинация Мирана и Shadow Demon. Та самая комбинация Мирана... Мирана, Мирана. Как тебе Мирана 3, кстати? Я в последнее время несколько игр видел с этим героем. Мирана 3? Да. Я не видел ни разу. Ну, наверное, может работать, если у тебя что-то типа Клокверка Шейкера на линии. Почему нет? Кунка. Хороший герой. Кунка под Мирану работает на самом деле тоже, как вариант. Можно будет лилять под XMark, под Torrent. Почему против Чена хороший? Ну, потому что может стать брингером шлепать крипов. И драться тяжело против Кунки на ранней стадии. Ченжи все-таки хочет драться. Берут Пугну еще. Хороший пуш такой вырисовывается уже у Адроид. Вполне вероятно, что Пугна на позицию 3. Надо убедиться в том, что это Кунка-тройка и лимит. И тогда уже принимать какое-то решение. А что у нас? Бристлбэк, Тимбер... Нет, не хочет никто взять таких героев интересных. Бристлбэк уже реалити рифт заходит просто идеально. И, короче, если они берут Бристлбэка, это 1-1. Если они сейчас его не возьмут, то Адроид должны забанить. В 100 случаях из 100. Бристлбэк был очень хорош. Против Чена и Рики. Он невероятно силен. Чен ему ничего не делает, Рики ему тоже ничего не делает. По большей части. Поначалу. Там потом только на супер слотах каких-то он может его резать. Я бы все равно забанил Бристлбэка. Признаться. На месте Буми. Забанил бы Бристлбэка и, возможно, пикнул... Не, ну если Бристлбэка не банить, можно Тимбера пикнуть. Короче, если они хотят Тимбера пикнуть, то Бристлбэка можно не банить. Вот. Ну, можем коэффициенты пока посмотреть, пока думают... Да, пока... ...последнюю бану, раз у нас появилось время. Давайте взглянем на коэффициенты от нашего партнера. Правильно? Вторая карта. Да, возможно, последняя. Может быть, еще и Рифт и поборется. 262 на Реалити Рифт. Адроид 1.45. В общем, до начала предыдущей карты Адроиды также были фаворитами. И в целом в этом матче они были фаворитами. Поэтому тут практически без изменений. Пан Марса. И очень мало бонус тайм у Реалити Рифт. Тут вообще все они зарасходовали. Адроидов еще будет время подумать на 22-м. Если что-то вдруг неожиданное сверху появится. Ну что, теперь надо какого-то, получается, даже не знаю, типа кунку на 3 или в мид. Может быть, очень опасно. Надо какого-то по-хорошему флекс взять героя. Пака, блин, опять забанили. Не дают паку поиграть. Берут Эмбер Спирита. Ну, относительно такой, да, флекс получается. То есть кунку с Эмбером можно... Хотя нет, погоди, это Эмбер уже 100% мид. Какой флекс вообще? Эмбера на харду ты не поставишь? Что-то я уже тоже поплавился конкретно. Чем закрыть Эмбера? Можно ОД взять. Он и Атмираны сейвит. Если что, и кунку типа со спектрой убивает Эмбера тоже может убить. Какой-то дополнительный герой не помешал бы адроидам. Можно и что-то более классическое взять, конечно. Опять Даззла какого-нибудь. Но это, мне кажется, будет уже перебор. Слишком таких много. Персонажи, которых не нацелены на глубокий лейт и очень быстро теряют свой пик силы. В последствии. Надо темп тогда хороший навязывать. Даззл-то он еще жестче Эмбера под контрит на миде, чем Лешрака. Мы видели на предыдущей карте, как Лешрак без шансов с мида вылетел. ДП решили взять. Ну, не самый плохой вариант. Получается, весьма уверенная такая пуш-стратегия с деспрофит у адроид. Да? Есть пугные, есть деспрофит. Агрессивные герои, которые драться могут практически без предметов, только с хорошим уровнем. Да, и пуш-потенциал высокий. Рики по факту взять диффуза, и он уже будет очень опасен. Ну, и, конечно, поглядим, как вообще у Спектра будут дела и на линии, и по игре в целом. Насколько этот герой здесь удачен, как выбор позиции кэри. Ну что, напомним нашим зрителям о бонусе от нашего партнера при матч, который вы можете найти, кликнув на баннер под стримом. Разобрали героев. Понятно уже, кто куда идет. QAXY на тройке кунки. Алакрити в мид идет. И в миде ему придется встретиться с деспрофит. Хороший вопрос, кто из этих героев сильнее на центре. Да, наверное, при должной линии там никто умирать и не должен. Эмбер своего нестит, а ттп своя будет бить. С вормами всегда можно там рейнджа какого-то забрать. Если Эмбер в контакте, то драться с сифон и раскидываешь. Алакрити на этой карте можешь запросто весел покупать первым слотом. Тем более, на Эмбер спирите это не редкость. Ну что ж, важная карта для Реалити Рифт. Если вдруг они проиграют на этой карте, у них уже будут два поражения. В групповой стадии не самый лучший результат. Ну погнали смотреть. Первая карта была слишком быстрая. Надеюсь, что на этой карте у Реалити Рифт получится показать кто-то получше. Все более комбинации есть. Мирана, Шадо, Демон. Возможно, мы и Фрестблат увидим сейчас на топе. Три героя выходят. Они, в общем-то, убивают любого. Так, что у нас по закупам интересного? Да, в общем, ничего. Чена, понятно. Хедреска. Клокер с кольцом, с фейриком. Ничего необычного. Ну и разумеется, Адроиты понимают, что вот эта вот Трипла может выходить сейчас и убивать. Поэтому аккуратно Рики стоит под Т2, за деревом. Там вообще его найти невозможно никак. Ну и сами Адрой тоже хотят убивать. Если бы они нашли какого-то героя, у них также потенциал высокий. Один Клокер, к чему стоит, который просто батарейками начнет замедлять. Ну и тут пусто. Лакарти ставит в центре. И вот так поворот. А Варда-то нет. Вард стоит такой защитный максимально ДП, который очень легко поставить. Который обычные не находят. На вот этих первых минутах я имею ввиду. Ну, минус центри. Скорее всего, это центри был саппорт. Так что Эмберу, в общем-то, плевать. Ну, в итоге видим. Шадоу Демон никого не нашел. Перемещается вниз. Кешочком он добежал. Никакого телепорта тратить не пришлось. Локерк спуганный. Посмотрите, что это такое. Куру хотят убить или что они делают? Непонятно. Непонятно. Они ждали, видимо, перетяжку Шадоу Демона. Ждали, что он пойдет не по линии, а вот как-то вот так, знаешь. И там его на хайграунде примут. Я думаю, что так оно и было. Но Шадоу Демон намного раньше до появления рун уже перемещался по комфортной территории. И его не могли никак принять. Подожди, а это что, Чен 3 или что? Просто Чен тут я смотрю. Да, да, это Чен 3. Переманивалку не юзает, кстати, на рейндж крипа. Обычный переманивалку сразу на рейндж крипа юзает, если Чен 3 и там все динает. Сейчас рискует отдать. Нет, добивает все-таки крипчика. Хедреска пока работает. Стиков нет ни у кого, это в этом проблема. Сейчас Шадоу Демона может заспамить ядом очень сильно. Вот, переманивает первого рейнджа. И динает крипов. На топе, посмотри, что происходит. Мирана в итоге погибает. Казалось бы, что тут Мирана сама готова стрелять. Но вот эта стрела уровень 1. И, конечно, уйти от батарейки от рейки, которая прыгает, невозможно. Даже никакого орбу Фенома нет. И то Мирану просто смогли закрыть в этих батарейках, в деревьях и убили. ФБ для рейки. Очень приятно. В рейсбенду сейчас быстренько себе накупят. Ну ладно, это ничего критичного. Тем более, рейки тут еще и умирает. Получает он стрелу. Вот торрент, видимо, эта стрела подлетела. И рейки сам умер. Так что вообще все нормально. Мирана восстанавливается. Ничего страшного. Спектра даггером забирает кентавра. Очень большая пачка крипов идет. Боже, как тут крипов-то много. Надо сейчас максимально грессировать, чтобы... Можно больше крипов здесь задынаить. В спектре постараться ничего не отдать или отдать по минимуму. Да, дынают потихонечку. Посмотрите. Че-то. Еще и рейнжа умудряется забрать чужого. И дынаи происходит удачно. Пугну, разумеется, со стиками. Поэтому шадл демон не так уж и страшен. Чен также со стиками. Ну и спектр пока пять крипов. Один из них лесной кентавр. Все остальные на линии. У Чена при этом шесть дынаев. Чен очень легко по крипам может спектру обыграть. Потому что у него как раз есть возможность одного из крипчиков переманить себе. И вот видишь, как он делает. Он просто все добивает сейчас. У крипа довольно большой урон. Там 23 плюс 8. У него хорошая анимация атаки. Спектра старается хотя бы ножом добивать рейнджей. Плюс еще этот крип довольно жестко хилится. Плюс 6.4 у него хп регена. Борьба Пугны и Шадоу демона. Только вот у Пугны стихи есть, а у Шадоу демона нет. Ну там заряда очень много, я тебе скажу. Если пятый прилетит, то это стопроцентная смерть. Все, он умер. Не окло. А, ножа нет. Я думал нож есть. С ножом бы убили, наверное. Еще пару тычек выдали. Пять стаков очень больно, конечно, дамажит. Не стоит подставляться так больше. На третьем уровне уже не будет пощады. Отшеду демона. Спектра почти без ресурсов остается на этой линии. Одно танго, одна фласка. Надо что-то... Может в Курьере еще танго едет? Нет, в Курьере лишь Солринг. Поэтому ориген надо где-то искать у саппорта. Чен быстро доминатор планирует, понятное дело, купить. На центре Дес Профит давит Эмбера. Активируется глифы теми и другими. Но в итоге Мак от этого выигрывает. Хорошенько Эмбера бьет. Нажимает еще и сформ. Эмбер почти без хп остается. Надеюсь, там фласка. Да, есть хеллэн селф. Поэтому Эмбер на базу пока не пойдет. Отдает руну Дес Профит. Дес Профит с ботлом. Важный момент. Но тут для Мака и слева, и справа он бы руну законтролил без проблем. Эмбер был очень далеко и без здоровья. На топе пока тишина. Атака на Рики. Стрела. Ну нет, нет, нет. Уже такое с Рики не сработает. Нужно пробовать, может быть, с Клоком. С Рики это неэффективная вещь совершенно. ТП выбивает снова с Эмбера весь реген. И вот теперь Эмберу придется либо идти на базу, либо умирать. Похоже умирать. С вором попадает краешком и Эмбер в таверне. На центре по криптату равенство, но это соло фраг. Гонят Клока. Иксмарк через 10 секунд. Стрела есть. Батарейки. Клок. Может быть, с суицидом получится забрать баунти руну. Стрела не попадает. Руна. Ага, Рики прыгает. Понятно. Клок забирает руну. Батарейки работают. Проблема у QXY. QXY погибает. Параллельно произошел размен пуганой на шадоу демона. Видимо, там драка была до конца. Фиста от Эмбера и Клоку получилось добить. Эмбер, в принципе, немного времени теряет. Он еще и руну подконтролит. И быстро вернется на мид. Ну, а Чен живее живых. Правда, Спектр уже потихонечку этого Чена догоняет. Разница минимальная, несмотря на то, что у Чена очень много денаев. Угнали титамид, посмотрите. Есть экзорцизм. И катапульта есть. Но катапульта уже нет. Приходит Миран и говорит, а нет уже вашей катапульты. Ничего страшного. Попробуют и без катапульты. Бласт второй. Бласты кидаются. Экзорцизм пока работает на крипов. Нет, не все так просто. Хотя тут очень много героев. Ну, а дроид в какой-то момент было 3. Теперь остается Клок. Клок просто Эмира погоняет подальше. Нажимает батарейки. Ну, в целом, не всегда получается забрать за один экзорцизм башню. Ничего страшного. На 800 хп получилось уничтожить башню. Вышел Натс. По-моему, суицидальный выход получается. Попытка задонается. Но там крипа, говорится, не на того юнита. Стрела залетает. Но сифон есть. Ремнанты! Плохие ремнанты. Он вообще не попал, по-моему, под эспрофит. Либо только один ремнант зацепил. Удар Эмбера добил в размен на пугну. Пугну, в общем, не страшно. А то, что Эмбера погибает второй раз, вот это неприятно. И Мирана... Там додай, конечно, руна оказалась. Это послишком больно било руками. И бьет руками дальше уже бабашня. Без экзорцизма. Ладно, Спектра довольна. Один на один против Чена стоять можно. Вполне себе получается фармить. Перчатка, Соларинь, уровень 5. Ну, правда, и Чен здесь особо не страдает. Он уже с Доминатором. На топе атака на Кунку. У него, благо, появляется корабль для него. Становится чуть покомфортнее. Ну и под бафом корабля эффект Рома не убить Кунку. Правда, ресурсов маловато остается. Может быть, в лес идти, но в лесу, если что, есть место. Там и в лесу, если что, готов Клокверк искать цель. Снизу атака на Спектру. Спектра, Бласт, попадает. Вроде выживает, но так мало ХП остается. Минус катапульта еще одна. И сюда перемещается Шэдоу Демон. Ломает Шэдоу Демон Вард. Показывает свою позицию. Телепорт от Кунки. И от Дроиты. Надо отступать. Если еще можно отступить, конечно. Ну, Пугну могут убить. Прячется пока Пугну в лесу. Но против Шэдоу Демона прятаться тяжело. Торрент. По таймингам стрела. Все идеально. И убивают Пугну. Но сюда вся команда прилетела. Я даже не знаю, насколько это вот прям выгодно. Вся команда сюда пришла. Кунка приходит. Рики остаются на фри. На центре. Деспрофит фри. Пугну, мне кажется, это не такая страшная смерть. Эмбер на ускорение. Экзорцизм сразу ждет Деспрофит. Эмбер уже с ультимейтом. Поэтому ничего не боится. Но башня в этот раз должна падать. Попытка задонать, может быть. Нет, попытки не будет. Ну, можно было бы задонать. Ну, Аллакрити решил выйти по ДП сделать удары. Ну, ДП на самом деле маловато. ХП остается, нет маны. У ДП проблемы. Стиков много. Стики с тиками, но корабль летит. Посмотрим. Спектр прилетает. Тифонов не хватает. Декрип был, но... Похоронный. Похоронный именно был Декрип. Он под корабль залетел. Блок. Ну, в общем, ДП себя переоценил. Вот прям это ощущалось. Мана была маловато. Стики с тиками, но... А тут Рики подходит. А что тут может Рики убить? Эмбера? Да нет. Мне кажется, Рики тут никого не может убить. Ару. Опять похоронный Декрип. Ульчена. Ну, ладно. Он вроде немножко выправляет ситуацию. А Лакости уходит на Ремненти. Кунка с Иксмарком. Ох, ну и возня. Можно дальше. Ну, Пугна сейчас умрет, если будет Вижн просто. Вижн есть. Торрент будет. Рики никак вам очень не может. Все, ребята, хороший Декрип кинул. Понятно. Рики нападение на Мирану. Спины очень больные. Еще один прыжок Мирана погибает. Ну и хватает. Урна там у Мирана была. Дотикала она по Пугне. Рики сам прячется. Торрент. Пришел Эмбер Спирит. С Эмбером воевать, конечно, не очень хочется. Ну, Чен все это время качался на линии. Вот такой вот персонаж. Ой, ну куда ж? Кунг-то выживет? Чен помочь не может. Пытается Аванпост. Хотя бы забрать Деспрофит рядом. Аванпост контролируется. Корабль залетел в Клокверк. Кунг живет, но и Клоквер пока живет. Фисты долетели уровня 2. Аванпост есть. Массовые телепорты на это Аванпост. Приходит пока Натс. Пытаются добить Чена. Напоминаю, Чен позиции 3. Конечно, убили Кунгу. Но и Чен отсюда, похоже, не уйдет. А, стики в кулдауне. Да и зарядов там нет. Очень много смертей и корр позиций. Рики здесь умер достаточно обидно. Он не должен был умирать. Он должен был просто уходить на базу. Или фласку вести себя. Должен был идти обратно фармить. Вот что он должен был делать. Потому что ему надо вынести быстрый диффуз. И вот в чем прикол Рики. Ты выносишь быстрый диффуз. И начинаешь бегать по карте, щемить людей. Если ты тайминг диффуза сам себе сбиваешь. Вот такими вот телепортами и попытками куда-то что-то гангать. То ты приобретаешь этот артефакт не к 13-й, не к 15-й минуте. А к 18-й. А к 18-й минуте уже у врага какие-то вещи есть. И получается, что ты дофармив диффуз, не можешь бегать по карте. И не можешь щемить. То есть весь концепт твоего героя начинает ломаться. Приходится дальше качаться. А дальше там тоже уже непонятно, как все произойдет. Может тебя уже начнут убивать. Если ты не начнешь убивать. И у Рики здесь действительно пока из предметов для диффуза только нож агильный. Пытается напасть на спектру. Неплохо, конечно, пробивает. Нет спору. Но спектра не сильно парится. У нее хапориген плюс 9,7. И базовый хапориген, если я не ошибаюсь, поднимали. Приходится добавлять теперь такие фразы. А то опять работяги засмеют в чате. Попытка убить Эмбер Спирита здесь, но тяжеловато. Сайланс первого уровня только. Три секунды действует. Атака на Рики может быть. Рики. Ну нет, невидимый спрятался. Правда, вся команда подходит. Ставится с энтре. Есть пурш на Чена. Чена с хорошими крипами. Но сейчас этих крипов всех могут подрезать. Хорошо работает Пугна. Пугна! Хэнд оф гад! Как же регенит Буми! Но он выиграл много времени. Чен, конечно, умер. Но и ресурсов отдали. Реалити риф много. Буми продолжает высасывать. Теперь жизнь из Мирана. Мирана погибает. Эмбер. Ремнантов больше не остается. Был только что последний. Хаунд от Спектра. Еле живой нац. Добивает Шедоу Демона. Погибает Эмбер. От рук Македы с профитом в соло шла. Снимает стрик. 512 золота получает и Кунка. Баф корабля завершен. Торрен. Все от него расходятся. И добивают и Кунку. Но вот этот момент, что Пугна реально настолько много времени дал. И вынуждены были лишние способности тратить просто на этого Чена. Хотя он должен был умирать и так. И исправила ситуацию. Пугна, у которого вроде как ничего и нет. Шестой уровень. Но вот этот ультимейт как же он много дает. Невидимость ворует Клок. Сейчас невидимости будут бегать. Рофлить. Реально рофлить с этой Спектры. Ты ничего не можешь. Но там он Лайт даст. Тут все готово. Спектры никуда не уходят. Декрим. Бласт уже четвертый. И ультимейт. Пуми начинает душить и на этой карте. Хоть у нее и 5 смертей. И походу 6-ая намечается. Смарк, Пойзон. Селкетчер. Пугна. Умрет. Даже Пурша дали. Ну ладно. Пурш против Пугна. Понятно. Зачем? Желешка. Для Спектра и Эмбера. И Рикки потихонечку к диффузам близится. В общем, второй Блэйд уже купить может. А рецепты Роупа в The Mage это копейки. Ну, рецепт не такой уж и дешевый, конечно. Но в целом, да. В сумме примерно 3000 зол. 4150, по-моему, да, стоит? Или 3000 зол. Что? Не-не, 3000 зол чем-то стоит. 2 Блэйда по 1000, рецепт 700 и Роуп. Да-да-да, 3150. Рецепт недорогой совершенно. Ну, недорогой, согласен. Жальк за артизму ДП скоро будет. ДП еще приобрела себе артефакт, который позволяет ловить Эмбера. Рода по ТОС. За ТОС можно будет Эмбера поймать. Попытаться. Снизу очень сильный пуш, посмотрите. Еще атака на Кунку. А ТОС уже в деле. Кунка уходит. Эмбер Ремнант раскидывает защитный. Стрела полетела. Пугна нет здесь. Надо Пугне. Пугна прилетает на телепорт. Все понятно. Газарцизм пошел. Пистая от Эмбера. Пытается есть скрипов. Здесь их до конца не получилось. Мирану пытается с драки выключить Рики. Но Мирану тяжело очень убивать. Понятно, там слишком много липов. Ставится Коги. Закрывает Кунку. Кунка слишком больно. Очень быстро его убивают. Декрип на ченах. Энд оф гад пытается найти Мирану. У Мирана еще один лип. И Мирана все же умирает. Там Клок, по-моему, ракеткой просто кинул. И этого урона хватило. Рановато пытается Спектра в эти драки приходить. Дрю подошел. Что-то там кинжалы какие-то покидал. Ему надо качаться. У него ничего нет. Абсолютно никакого фарма. Он может попытаться на Хаунте прийти на какую-то цель одиночную. Кинуть нож. Попытаться дать какую-то помощь. Ну или там в какую-то локальную драку попытаться приехать. Помочь. Но вот когда соперник, прожимая экзорцизм с крипами с огромным количеством хила, пытается просто тебя задавить, нецелесообразно тратить свое драгоценное время и помогать команде. Надо дальше фармить. Понимаешь, Лекс? Да понятно, Форс. Понятно. Что тут можно сказать на твое слово? Ты прав, Форс. Ты гений. Слушай, а может нам стоит коэффициенты вывести, как ты считаешь? Давай сейчас Деспрофит. Возможно, убьют. И мы посмотрим. Я просто забрался как раз туда. Деспрофит. Деспрофит, да, ты рискуешь играть. Сифона, конечно, круто работает. Ну, слушай, там нет спиртвесела, обычная урна. Нужна команда. Хэнд оф гада нет. Деспрофит. Буми льет здоровье. Убивает шедоу демона. Чины по ДП. Ну, корабль летит. Но маг отсюда должен убегать. Эксмарт слишком поздно. Все получается не по идеальным таймингам. Буми снова восполняет здоровье. Но нет. Не в этот раз. Буми еще и денаится в итоге. Боже ты мой. Убивают Рики. Но драка-то все равно в итоге получается невероятно плохой. А Лакрити пытается уйти. И пук за ним. Там спиртвесел, там корабль. Вообще никак не убить. Вообще без вариантов. Я так понимаю, он просто слишком много хп перекатил. Опа, Клокверк. Имбиря подрезал. Только что дальше. Просто побежали. Мирана, стрелы нет. Даггер, наплевать. Бежим на 550. Уходим. Ну, так или иначе, Реалити Рифт проводит первую удачную драку за эту карту. Вероятно, все хорошо получилось. Рики. Рики умер. Без профит очень долго сейвили, но никого убивать в ответ не получалось. По-моему, Сапор Шадо Демон умер. И все. Атака на Клока. Стрела Торрент. Стрела на 5 секунд. Бояться. Бояться. Там уже и Пугна, там уже и ДП подходит. Страшновато. Ну что, Форс, показывай коэффициент от нашего партнера в париматч. Я думаю, время пришло. Пока у нас небольшая пауза. А вот возьму и покажу сейчас. Ну давай. Не показалось? Нет, не показалось. Потому что все опять сломалось. Сейчас попробую. И главное, что есть баннер под стрелом. Вы там можете зайти и все коэффициенты найти, и бонус даже найти. Так что смотрите вниз. Там вы найдете специальный баннер Рики. Понятно, что вот тучка диффуза, это соль на любом саппорте. Практически пятерки. Там всякие они что-то паришины, что-то у демоны. Даже Бэйны и прочее. Герои, у которых маловато здоровья. Эссенс ринг для ДП. Очень приятно. Рики с им Клоу. Тоже нашла ДП этот предмет. Становится еще мощнее. Вот эти вырывы и попытка быстро убить Мирану и Шедоу Демона. Как раз таки это и цель Рики будет в драке. Быстро убивать Шедоу Демона. Потом уже Мирана. И дальше по героям. По ситуации надо будет смотреть. Спектр дофармливает манту. У команды Адроид все еще стоит башня на центре. И Реалити Рифт активирует Смоук. Противник этого не видел. Хотя варды такие стоят. Смоук можно в любой точке практически заметить. Но нет. Онлайт и дешевый фраг. Потенциально пугно. Позиция 4. Есть Худ. Есть Декрип. Вынуждены нажать Пурж. И за счет Пуржа убить получается. Но ничего страшного. Шедо Демона очень низкий кулдаун ультимейт. Поэтому не проблема нажимать вот так вот Пурж. Тем более пугно. Все же это не 5. Это позиция 4 здесь. Чена подцепили. Вот это плохо. Хаунд. Стрела. Стрела попадает. И чены убьют. Еще на Клока. Клок-то на самом деле 5. У него не так много предметов. Хотя ХП все равно при этом. 1500 с одной урной. Даже он без ботинка. И армия крипов Чена падает. Тоже много денег. Рики. Прилетел. Кунка. Есть отличная тучка. Но лучше просто не придумать. Эмбер не может уйти. Слишком сильное замедление. Батарейки. Диффуза. Оттуда вообще невозможно было скрыться. Сайланс. Корабля у Кунки нет. Стрела залетает. По Рики попало. Но урона уже по нему не будет. Спектр улетает на низ сразу же. И пока 102 разобраться не получается. Открывается дорога к Рошану. К Зарцизму через 3 секунды. Попробуют забрать Рошана сейчас. Не знаю, что из этого получится. Не сказать, что тут прям очень быстро он падает. Но с другой стороны Эмбера и Кунки нет. За 15 секунд они точно справятся. Хаунта нет. Драться нечем. Мирана там может попытаться. Но Мирана сразу выгоняют подальше. Чтобы она даже не пыталась. Каким-то липом. Забрать Аегис. Рошан для Адроид. Аегис Рики. С Аегисом чуть попроще конечно уже будет воевать. Аркин руна еще в топе спавнится. Неплохой предмет. Неплохой баф для Death Profit. Чтобы активировать следующий экзорцизм. Долго будет. Аркин руна лежать в ботле. УДП. Надо ее законсервировать. Ставить про запас. Со спектра у нас в итоге Манта Диффуз берет. Ну может и правильно. Наверное Адроиду надо чуть поактивнее как-то пушить. Пока следит Рики за спектрой. Пошел Диффуз. Туча. Он же не просолит один. Конечно. Монлайт. Тут ДП была рядом. Чего он не подождал. А детекшена все равно нет. Да. Детекшена все равно нет. Детекшена не было. Мирану ты точно не остановил бы. И контратака намечается. Тут правда есть Т1. Нужно срочно сюда лететь. У Чена есть Hand of God. Death Profit. Hand of God нужен. Hand of God не будет. Чен телепортировался. Он не мог нажать Hand of God. Ясно. 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 Нажал Мекку. Но никого особо не бафнул. Death Profit без Бая врывается в итоге Рики на Shadow Demon. Shadow Demon выдает максимально все свои способности, которые мог в этом моменте выдать. Пытаются добить Клокверка. Напоминаю, что у Рики имеется Аегис. Эмбер практически без маны. Мирана. Стрелы нет. Затаймить как-то не получится. Принимают еще и пугну. Клокверк. Может быть есть смысл выкупаться. А нет. Телепорта нет. Тогда смысла ноль. Рики дерется до последнего. Пытается добить хотя бы Мирану. Мирана в итоге живее живых. Spirit Vessel. Чайны. И потенциальная атака на Спектру заканчивается Монлайтом и контратакой, где умирает вся команда Адроид. Не считая пугны и потери на Аегис. Рики умер дважды в итоге. Это еще Спектр только набирает свою силу. Диффузов не было в этой драке. Манта. Один Блэйд. Деспрофит слишком быстро убивает. Это ключевая проблема. Деспрофит не должна так умирать. Стан. 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 Спирит Vessel. И ты ничего не можешь делать. Ускорение. Сайлент закончится. Эмбер не успевает. Ничего не потерян для Адроид. Конечно. Все еще эту игру можно играть. У Чена небольшая просадка. А может быть даже и большая просадка экономическая. 6600. У Мираны на позиции 4.6 тысячи. Напомню, что Чен здесь позиция. А предметов-то маловато. Хотя Аур, конечно, на любой вкус. Владмир с Доминатором Мека. Не густо, короче. Ну вот. Сейчас есть экзорцизм. С БКБшкой можно попытаться куда-то выйти. Хорошую драку. Но темпа довольно много. А Адроид отдали. Я согласен. Преимущества сейчас у них особого нет. Особого преимущества нет и у Реалити Рифт. Будем откровенны. Но у них герои, наверное, чуть получше для данной стадии игры. Подцепили Рики. Ара улетит. Помощь! Там Весел. Там Весел. Там ничем не поможешь. Там Пугна пытался, но бесполезно. Ставится Коги, но драться тут уже нечем. Минус 3. Им надо в Киро начать ряк. Они по одному ходят и фидят. Уже который раз вот их ловят. Таким образом. Так не годится. Отдают все свои преимущества Адроид. Все, ничего не осталось. По уровням уже проблема. Рики 4 метра назад был 15 атаку, но и остался 15. Он вообще не фармит. Спектр в это время почти 19 уровень. То есть сравните, да, спектр вот эту и Рики. Рики свой потенциал потеряет скоро. Сможет он уже и убивать саппортов. Он уже убивает их с трудом. Тогда вот демон купит себе гост и что ты будешь с ним делать? Ты его просто не убьешь за тучку дефоза. Дальше он развернется и все свои способности нажмет. Мирана Форстаф вот-вот купит. Тоже, в общем-то, работа против Рики. Рики. Прыжок. Стан от Кентавра. Очень быстро шатого демона убили. Ну, вот так вот можно. Спектра. Сетку повесили. Манта. И телепорт. Сбить. Сбить есть чем-то. Там хук-шот. Спектра. Может быть, неоправдан риск. Он на даггере мог и дальше лететь. Но попробовал. Рискнул. Нажал скролл. Не улетел. Адроиты возвращаются. Деспрофит снимает очень мощный стрик. Почти 700 залетает. Половинка лотуса есть. Могут попробовать выбить байбэк. По-моему, это даже очень легко можно сделать. Экзорцизом нажал. Там спектра. Хочешь, не хочешь, придется нажимать бай. Ну... Да, наверное, пойти-то надо в любом случае. Может быть, не сколько для того, чтобы байбэк зафорсить, а чтобы поставить соперника перед выбором. Вымол, типа, либо выкупать. Ой-ой-ой. Опять начинаются проблемы из-за этого веселя. Успел нажать Блэкенбар. Хэнд оф гад есть. Можно контратаковать. Т-3 башня почти упала. Спектр хладнокромно не выкупается. Но когда 20 секунд, то выкупаться не будешь. Есть вероятно, что могут потерять линию. Правда, тут глиф активирован. Все крипы уничтожены? Надо отходить. Экзорцизм подходит к концу. БКБ нет. Спектра выкупится. Вы умрете. Надо действительно отойти. И доделать спирит веселя. Ой, боже. Лотус орб деспрофит доделать против спирит веселя. Без него слишком трудно. БКБ вроде спасает. Но БКБ не вечная. И зарядов спирит веселя больше, чем возможности активировать Блэкенбар в драке у ДП. Чен там грифзы доделывает. Но ему еще так долго. Так долго. Он там только тапок купил, по-моему. Или что? Да, тапок ему летит. Попался. Попался. А комбинация, конечно, X-Mark стрела работает даже лучше, чем я думал. Думаю, что там вроде Чен, вроде как-то будут подставлять своих крипов. Но на деле так работает, может быть, на стадии линии. Но не где-то в неожиданной драке. Чен без байбека. Есть Хаунд. Пытается быстро убить Кунку. Кунка не может дать кораблю. Он в Сайллесе находится. Наконец-таки заходит Дизрапшн. Пугно укупается. Понимает, что дело пахнет жареным. Кью Айкс Вай все же убили. Корабуль он свой выдал. Деспрофит под Блэкенбаром. Эмбера поднимает сам себя в Юл. Латучки спасается, но ненадолго. Все-таки хватает урона. Хватает контроля от хукшота Клокверка. Клокверк получил стрелу. Но Спектр просто пытается скрыться из драки. Есть диффуза. Можно будет, если что, деспрофит замедлить. Деспрофит от Оса нет. Еще один даггер. И Спектра... Да ладно, неужели не уйдет? Замедление от самого Рики. Рики бьет в спину. А Тос слетит. Но уже и не нужен он. Стрела мимо от Мираны. Даст и... Мирана. Какой-то аванпост. Мисклик, видимо. Но слушайте, Рики-то неоднозначно все. Мирана может и смысл драться на развороте, а не пытаться убегать. Там под Веселом, глядишь бы, получилось бы убить. В итоге адроиты... Отыгрываются после вот этих неудачных драк многочисленных. Ну как драк. Там один герой умирал. Либо деспрофит, либо Рики. После этого драка шла в меньшинстве. Пуган и выкупился. Это дало свои плоды. Клокверк 5, конечно, невероятно полезен здесь. Даже с нейтральным предметом в десетке. Как он мешает жить. Экзорцизм еще один. Снизу-то башня. Уже упала. Катапульта подъезжает. Глифа нет. Релитериф нажимали его совсем недавно. И казарма потихоньку падает. Блокинг-бар у деспрофит имеется. Стрелу дать под Эксмарк не получится. Поэтому ничего с деспрофит не случится. А тос на Эмбера. Просто, чтобы забрать линию. Рики прыгает на Эмбера. Очень больно. Эмбер поднимается в ЮУ. Клокверк. Сетки уже нет. Есть хукшот. Эмбер под Сайленсом. Мы его смогли убить. Дезерапшен стрела. Корабль будет. Но у Клокверка убьют. Это позиция 5. Его можно продавать. И адройты отсюда просто убегут. Аккуратненько, да. Чтоб никто не подставился. Телепортируется сразу же ДП. На всякий случай. Стрела контрольная полетела. Вдруг кого-то зацепит. Но мы понимаем, что никого она тут зацепить не сможет. Новые предметы. Успели выбить? Я вот не успел посмотреть. Не, не успели. У Дайр еще два предмета. У Рейдинд вообще ни одного. После 25-й минуты. Надо пофармить. Он паладин сорт. Тоже хорошая штука. А вот, кстати, а паладин сорт он что дает? Именно лайфстил, который ручной, да? Не спел лайфстил же, да? Не дает спел лайфстил. Просто лайфстил. Амплифайзов эрорс регенерейшн. Обычный лайфстил должен давать. Увеличивает лайфстил, написано. Увеличивает регены и лечение, и лайфстил на 17%. И при этом 17 лайфстил еще дает. То есть, теоретически, напугничение это норм тема. Тут драка начинается, эта масштабная. Рошан на 2500 хп. Блэкенбара, Деспрофит. Лотус на себя. Рикки врывается на кунку. Кунка. Есть форстафы. Там дизрапшин. Я не уверен, насколько это дизрапшин вообще удачный. КВХВ не может корабль дать лишнее время. Получает еще один сайлент. Деспрофит. Лотус через секунду появится. Можно как-то будет себя подсейвить. Лотус есть. Декрит пошел. Буми. Восполняет Деспрофит здоровье. Врывается. Рикки очень круто ворвался. Там по троим героям был готов бить корабль. От кунки. Полетел. Корабль. Взрывает. Трех героев. Залетает туда еще и Торрент. Хэнд оф Гат. Все же от Чена кастуется. Выкупается Эмбер Спирит. Идет до конца Спектра. Спектра под сайленсом. Еле живой QXY. Рикки врывается на Шадоу Демона. Смогли его под Когами убить. И плюс батарейки были использованы Буми. Декрип. Лайф Дрейн. Эмбер поднимает все вьюл. Стрела полетела мимо. Пытается Мирана найти хоть кого-то. Находит Пугну. Эмбер погибает после байбека. Если детекшн... Детекшн есть. Блок идет. Но не хочет даже на это время. Тортито Морошан почти упал. Оп. Спасибо. И это все. И это все. Без экзорцизма, кстати говоря. Вот видишь, набрали своих артефактов. И легко сейчас борется с этой спектрой Эмбер Спиритом. Просто нужно было чуть пораньше взять эти предметы. Не фидит лишний раз ее. И у них было бы, в принципе, все в порядке. Преимущество воростает до 8 тысяч. Аигис достается Рикимару и сыр для ДП. Главное не поражать сыр как-то случайно под веселем. Успеть накинуть на тебя... Там и БКБ, там и Лотус. Поэтому, я думаю, справится ДП. С Лотусом стало намного проще. Конечно. Намного проще. Уже не контрится вот эта вот тема с... Опа. Как так получилось. Киваекс вайппас. Он как будто где-то в другую часть карты, знаешь, смотрел. Вообще не передвигался. Падает Т3 очень быстро. Т3 больше нет. Лотус в итоге на Рикки. Рикки пурш уже закончился. Можно идти в атаку. Еле живая Спектра. Спектра. Очень опасно было. Там Крип один мешает. Клок бы ворвался. Может быть, Спектру получилось бы убить. Прокаст пошел. Это Клокверк. Но Клокверк очень жирный. Там стик еще есть. Попробуй его убей. Лотус на Клока. Клок ставит Коги. Пытается просто убежать. Декрип на Клокверк. Только еще повесили сверху. Чен прям в драке появляется Гривсы. Атака на Эмбера. Эмбер под Атосом остается у нее Юл. Пока не спешит его использовать. Там Рикки очень глубоко ворвался. Но он с Аигисом имеет право вот так вот агрессировать. Тут еще и Буми снова восстанавливает здоровье Рикки. Рикки без мана остался из минусов. Тяжело в драку будут возвращаться. Не хватает даже на Блинк маны. Атака на Шадоу Демона. Гост в кулдауне. Да и против Клокверка с батарейками особо он не спасет. Рикки. Все. Все, фулл хп. Буми за работой. А как же Буми хорош на двух картах. Столько работы он делает. Здесь особенно грязная работа видна. Ну, по Т4 может быть не стоит. Выбили Аигис Рикки. Стрела у Мирана в кулдауне. Затаймить не получится. Кунка еще и под Сайленсом. Есть Дизрабшина. Теперь можно и подтаймить. Нужна помощь. Манта есть. Рикки уворачивается. Уходит на Блинке. Атака на Спектру. Спектр погибает. Имеется байбэк. Спектр мгновенно выкупается. Рикки врывается. Там гост от Шадоу Демона. Пока он еще поживет. Спектр идет одна против всех. Опасно на самом деле. Пытается Буми убить. Сделать это не получается. Диспрофит получает стрелу. Сыр уже в драке был видимо использован. Есть Блэкинг Бар. Теряет Диспрофит всю манну. Хендавгад Блэкинг Бар. Появляется Сифон. Телепорт просто от ДП пытается отсюда улететь. Как и вся команда попытается уйти. Кто не ушел, тот в общем-то умер. Здесь уже никого защищать не будут. Клок побежал в другую сторону. И пока это ему на руку. Пугно после байбека погибает. Там Нинько выкупался этот герой. Стрела по Клоку. Что по казармам? Казарма упала на центре. Мечников. Это в общем самое главное. И Спектр еще выкупилась. Ну тогда прям совсем все хорошо. И тем киты выпадают. Ну и на следующей драке мы уже увидим Рикки с Блэкинг Баром. Мы увидим ДП с Шивой. Намного труднее будет ее убивать. Там слишком много брайни будет. Вместе с Лотусом Шива суммарно. Там уже через прокаст и просто под станом добить не выйдет никак. Будут ли еще какие-то Лотусы? Я так смотрю. Лотус здесь конечно один есть. Не помешает. Не помешает. Еще хотя бы один на Чене например. Чен Холи Локет берет. Холи Локет плюс Паладин Сорт. Слушай, так это же должно быть очень-очень не слабо. Сколько Холи Локет дает? 35% хила. Нифига себе. Это ж много. Собирается из тиков. А сколько рецепт стоит? 500. Энерджи Бустер. Кольцо Тараски. Хм. Ну посмотрим, посмотрим. Мне кажется просто, что для Пугны тоже что-то подобное не помешало бы. Тоже каком-то Холи Локет или вот Паладин Сорт ей передать. Может она больше ХП все-таки выхиливает с Аганимом. Не? Ну пока Пугна Аганим не доделал. Телепортируется в топ. Там немножко опасная позиция. А тут вообще опасно, что для Клока, что для Пугны. Клок выходит. Клока увидели. Стрела. Стрела. Попадает. И Клока. Убивают. Доехал ошелом. Дайер нормально драться могут. Если они в пятером будут близко друг к другу, тогда у них хороший тимфайт. Там куча аур начинает работать. И с профит, с экзорцизмом всех понемножку дамажит. Все друг друга защищают. Все друг друга сейвят. Так как когда кто-то один стоит далеко, его быстренько через спиритвейсель убивают. И шансов становится очень мало. Иксмарка. Да, нет, нет. Опасно так идти. Там и Лотус успел еще нажать. Поэтому все остальные способности пойдут. Типа Шадоу Демона не на пользу самому Шадоу Демону. Ждут Клока. Можно идти. Очень мощные артефакты как-никак появились. Шива, Блокинг Бар. Ну и ждем Холли Локит. Тоже до него. Прям немножко времени остается. Фугна. Очень опасно выходит. Прям один. Команда, конечно, относительно была недалеко. Но того же Чена нет. Понятное дело, что неплохо было бы пройтись по топу. Там Т2 до сих пор стоит. Последняя линия. Конечно, казарма мечников есть. Но она не так уж и опасна. Как же это иллюзия? Рикки Нулифайер нужен на этой карте, кстати. Я так смотрю. Нулифайер здесь вообще имба. Он тебе урон прибавляет? Серьезно? Ну, понятно. Гасты, форстафы есть. Все это очень мешает. Пугна, гоним. Теперь можно будет очень жестко захиливать. А в параметрах нет, да? Хил амплифая. Вот надо добавить еще один параметр. Хил амплифай. Куда-то. Есть статус резистанс. Физикал резистанс. И так далее. Хил амплифая нет. Заходит на хайграунд экзорцизм. Дэспрофит шиву нажимает. 38 брони со всей своей командой. Что ты вообще можешь делать? Спектр закупается в ноль. Ясное дело. Сервон там байбека нет. Принимает Эмбер очень быстро. Эмбер опасно. Полетел корабль. Эмбер уходит. Корабль залетает. Ускорее бафает команду. Там были массовые блокенбары. Пытаются быстро убить Пугну. Не получает. Отдел с Пугну очень долго живет. Но за счет пуржа вроде как вышло. Спектра опасно. Спектра без байбека могут убить. Еле живая Спектра добили. 110 секунд. И три казарма остается-то всего. Экзорцизм все еще работает. Вот он только закончился. QXY. А тут надо гонять просто подальше кунку и бить казармы. Backdoor Protection ненадолго активируется. Крипы скоро подойдут. Дождутся их игроки Адроид. Потеряли Пугну. Death Profit. Lotus надо бы повесить. Но пока стан. Есть тучка от Рики. Lotus повесил на себя. Мак. И можно идти в контратаку. QXY подспирит ВСЛ. Рики добивает Эмбера. Эмбер также без байбека. Кунка выкупается. Но втроем. Без двух главных дэмэдж-дилеров. Эмбер появился байбек. Хорошо. Неужели отойдут? Неужели отойдут реально? Кукшот. Да, отходит. Отходит. Вот это прям... Адп зареколит. Чен, погоди, погоди. Ага. Да, да, да. Ага. ДП на месте. Все есть. Чины. Корабль полетел. Мирана уходит на 500 хп. Рики получает корабль. Lotus на него очень вовремя повесили стрелу. Сам на Цуме. Готов был... Ты видел? Фулл хп. Вообще жесть. Улетело. Так бы убили. Так бы убили 100%. Тем не менее, залетает торрент. Рики ее убивают и так. Кунка, правда, после байбека. Казарма на 500 хп. Рики выкупается. Понимая, что надо заканчивать здесь и сейчас. Сатос Шадоу Демона. Есть хукшот. Ставится Коги. Гостом не поможет. Висит Весел. Батарейки слишком больно бьют. Два игрока остаются. Спектр нет 25 секунд. И остаются две казармы магов. Слишком легко их сломать. Приходит Рики. За счет Чена. И последняя казарма. Скорее всего, ГГ. Сколько он захилил одним просто нажатием? Где-то около 1000 хп. Не смешно. Но реально он где-то 1000 накинул Рики Мару. Может даже больше. В Арау попадает Клокерка, который под Блэдмейлом. Да, его тут, конечно, никак не убить. Экзорцизм появился. На самом-то деле можно его снова жмякать. Пока даже не спешит. Это делает мидер команда Адроид. Вот он экзорцизм. Практически на фонтане. Ой, ну, ребят, идите трон бейте. Там сейчас мега крипы подойдут. Спектра, конечно, пытается. Но это один против всех. Спирит Весел. Спектра на фонтане регениться не может. Ну, они рофлят уже. Успокойтесь. Угомонитесь. Такое репортить надо. Что это такое? Еще бы паузу поставили. И вопросик в чат и отжимаешь. Все? Да. ГГ. 2-0. Адроиды побеждают. Хотя здесь не все так было просто, как на предыдущей карте. В какой-то момент Спектра набрала очень много. Там разница уровня была огромная. Адроиды залили несколько драк. Но они реально их залили сами. Они просто шли по одному, умирали. Потом драку продолжали. И по одному каждый умирал. Как только собрались вместе, как только ДП купила Лотус, стало все намного проще. Ну и Рики уже в Блокенбар ближе к последним дракам появился. Так же убить его было почти нереально. Чен. Надо взять на заметку вот такого вот Чена. Холли Локет артефакт, который мы видим. Я не знаю. Я не помню, когда я в последний раз видел Холли Локет. Настолько он редко появляется. Я, по-моему, пару раз видел. Но именно в комбинации с этим паладин-сордом это какая-то дикость. Ну там столько ХП залетает. Там же еще на 25 уровне у Чена талант есть. Вот представь. Доходит все. Вот эта вот вся ситуация до 25 уровня Чена. У него там то ли плюс 350, то ли там, короче, какие-то такие цифры. И у него с ульты, я даже сейчас посмотрю, мне интересно. С таланта плюс 350 на ульте у него 600. То есть 950. И ты еще там 50% примерно добавляешь с паладин-сорда плюс вот этого, как его, Холли Локета. И получается там такая солидная цифра где-то 1500 ХП одной кнопкой. Рефрешер еще взял, еще раз поражал, 3000 ХП. Нормально. А там же еще грифзы есть, кстати. Ты грифзы еще прокастовываешь. Они тоже дают намного больше. Ну это только Чен на позиции 3, конечно. На позиции 5 на таком Чене столько предметов вообще вывести. Там Холли Локет это явно не предмет первой необходимости. Ну, Чен 3 сработал. Клокверк, что на первой карте на позиции 3, что на этой карте на позиции 5. Прям бесподобен. Очень много он работы делал. Ну и на сегодня это все, Форс. Мы заканчиваем смотреть Юго-Восточную Азию. На сегодня. Конечно, продолжение Европы. Сегодня начинается Эпик Лига с одними из лучших команд из СНГ. Сегодня, по-моему, уже будет матч Виртус Про, Виртус Про Продиджи. Ближе к вечеру, поэтому на канале Дота Дворо Хаб обязательно смотрите. Завтра, как всегда, в 10 утра по Москве приходите. Два матча БУ-3. Снатик, Бумайди, Гикфэм и Си-Эр. Ждем вас, как всегда, утрецом. Завтракайте, включайте стрим и будем смотреть вместе Доту. На сегодня прощаемся. Всем пока. Всем пока.